Нужно сказать, что общество и мир, в котором мы живем, он все ниже и ниже спускается в свои моральные распущенности. И это сегодня приветствуется средствами массовой информации. Это сегодня возносится в ранг допустимого и наоборот добродетель разными представителями шоу-бизнеса. И нужно сказать, что наверняка даже вы, жители Средней Азии, где всегда были высокие моральные стандарты, чувствуете, как наш мир сегодня катится вниз. Однако нужно сказать, что подобное состояние нашего мира было предсказано в пророчестве Иисуса Христа. И Иисус Христос сказал, что перед вторым пришествием Его на эту землю именно таким будет состояние нашего мира. Однако верующие люди не хотят смириться с подобным положением вещей. И Господь приглашает нас не смиряться, а бороться, пытаться противостать влиянию этого мира хотя бы в своей собственной жизни. И невольно у нас возникает вопрос, а что делать? Как бороться? Человек, который хочет сохранить свою моральную чистоту, как бороться с этими искушениями? Рассказные специалисты предлагают различные практики. Как можно бороться с искушениями особенно сексуального характера? Некоторые из них говорят, что очень важно определить, что допустимо и что недопустимо во взаимоотношениях между молодыми людьми противоположного пола. Однако подобный подход таит очень много подводных камней. И Библия никоим образом не приветствует такое мудрствование, потому что при таком подходе человек может оправдать вещи, которые по сути являются греховными, но которые, может быть, нравятся человеку или, может быть, которые он хочет практиковать в своей жизни. Поэтому Священное Писание в книге «Притчи» в 3 главе 7 тексте обращается к нам с вами со словами. Послушайте. «Не считай себя мудрым, пред Господом благоговей и избегай зла». Не надо мудрствовать, не надо пытаться сделать грех не таким греховным. Просто пойми, что Бог хочет от тебя в твоей жизни, благоговей перед Ним. И когда ты поймешь, что является добро и что является зло, просто Библия говорит «Убегай от зла». Как иллюстрация этого подхода библейского является история, записанная в книге «Бытие», которую, наверное, вы все хорошо знаете. Это история с Иосифом. В 39 главе рассказывается, как молодой Иосиф столкнулся с искушениями сексуального характера и как он смог победить эти искушения. Нужно сказать, что Иосиф был достаточно красивым, и это была его проблема. Библия, даже описывая внешность Иосифа, говорит, что он был стройным и красивым. И в результате определенных обстоятельств в жизни он оказался в доме Патифара. Он там прислуживал, он там помогал по дому. И у Патифара была жена, которая, увидев красоту Иосифа, увидев его молодость, захотела иметь интимные отношения с этим молодым человеком. И неоднократно, говорит Священное Писание, она, обращаясь к нему, склоняла и предлагала ему интимную близость. Но всегда Иосиф отказывался, зная, что это является грехом в очах Божьих. И вот однажды был выбран самый благоприятный день, потому что не было никого рядом, дом был пуст, только был один Иосиф и была жена Патифара. И жена Патифара, обращаясь к этому молодому человеку, не просто в этот раз предложила опять интимную близость, но она схватила его за одежду, говорит Священное Писание, и сказала ему, приказала ему, ложись со мной. Знаете, в этот момент, наверное, Иосиф мог бы найти тысячу оправданий, почему он выполнил просьбу жены Патифара. Ведь он был рабом в этом доме, у него не было никаких прав, он мог только делать то, что ему говорят его хозяева. И он прекрасно понимал, что отказав жене Патифара том, чего она хочет добиться и добивается так долго времени, ему может грозить тюрьма, может грозить смерть. Но для него остаться верным Богу было намного важнее, чем даже сохранить свою собственную жизнь. И Библия описывает, что сделал Иосиф, как он смог устоять в этом искушении. Я читаю книгу «Бытие», 39 главу, текст 2. Тут написано так. «Оставив свою одежду у нее в руке, он бросился к двери и выбежал вон». Независимо на то, что одежда Иосифа осталась у жены Патифара, независимо на то, что он мог быть неправильно понят, для него это было неважно, для него было важно убежать от греха в этот момент, чтобы не поддаться искушению и остаться верным перед Богом. И когда мы думаем о секрете его честности, о секрете его сексуальной чистоты, я имею в виду сейчас Иосифа, можно найти причину или почему он таким был в этом же отрывке, потому что Иосиф задает удивительный, уникальный вопрос жене Патифара, который открывает нам, что было на самом деле на сердце Иосифа. И он говорит такие слова. «Как же я могу совершить столь великое зло? Это же грех перед Богом». Мои дорогие друзья, с грехом, особенно сексуального характера, с моральной распущенностью не нужно слишком много договариваться, не нужно слишком много искать компромиссов, не нужно пытаться оправдать его, думая, что если я поступлю таким или таким образом, то этого никто не заметит, этого никто не будет знать, или оправдывая себя тем, что весь мир сейчас так живет, и все ваши друзья не имеют этих моральных ограничений и моральных ценностей. Библия говорит, что единственной возможностью противостоять этому греху является не просто уйти, не просто остановиться, не просто себя сдерживать, но убежать, только убегая от греха, убегая от тех обстоятельств, от тех ситуаций, где вы чувствуете, что вы можете быть искушаемы этим грехом, вы можете сохранить вот эту вот сексуальную чистоту в вашей жизни. Вот почему в Священном Писании апостол Павел дает такой же совет. И в книге Первом Послании к Коринфянам 6 главе 18 тексте он говорит «Бегите, блуда!» Это искушение, это не то искушение, где надо мудрствовать, где надо думать, надо просто бежать. Ты готов именно так поступать в твоей жизни? Ты готов пообещать Богу, что при встрече с подобным искушением ты будешь спасаться бегством? Помни, это не слабохарактерность, но это единственный путь остаться верным Богу.